Компания Башенком всегда открыта к диалогу с земледельцами. Нам очень важна обратная связь. В этом репортаже мы ответили на самые распространенные вопросы о нашем препарате фитоспорин М. Вперед! Поступил такой вопрос. Многие друзья и знакомые из других хозяйств пользуются вашим препаратом фитоспорин М. Решил у себя также начать применять его, но при выборе столкнулся с широким ассортиментом серии фитоспорин. Разъясните, как правильно выбрать ее препарат? Действительно, на сегодняшний день компания Башенком выпускает целую серию биофунгицидов фитоспорин. Но выбор, конечно же, будет зависеть от того, какую задачу или задачи решает земледелец. Допустим, если земледельцу необходимо заложить на хранение плодовощной продукции, то это фитоспорин МЖ-хранение. И вообще, биопрепараты, биофунгициды отличаются между составом чем? Составом прежде всего. То есть и задачи они решают разные. Если, к примеру, в хозяйстве сьют культуру по стерневым предшественникам, там много соломы, растительных остатков, это естественная среда обитания, не только полезные микрофлоры, но и фитопатогенов. Здесь уже мы рекомендуем сельхозпредприятиям применять фитоспорин МЖ-АЗ. Там три рода микроорганизмов. Мы его говорим, это биофунгицид с тройным механизмом действия. Именно триходерма в составе этого препарата позволяет ускоренно разложить растительные остатки и в целом оздоравливать почву. Это касаемо именно фитоспорина МЖ-АЗ. Это новейшего нашего продукта, который пользуется очень большой популярностью у земледельцев. Следующая серия – это фитоспорин МЖ. Стандарт. Да, это стандарт. Изначально мы начинали как раз и производить лет 20 тому назад этот продукт. В составе там несколько штаммов бацилуса субтилиса. Основной – это 26D. Кроме этого, кроме живых бактерий и метаболитов, там еще присутствуют гуминовые вещества. Это отличный продукт при гербицидной обработке. То есть решает и проблему подавления болезней, профилактирующую, конечно же, задачу решает, и решает вопрос снижения гербицидного стресса за счет присутствия там метаболитов и аминокислот. Продукт следующий – фунги и бактерицид. Тут чисто биология, то есть живые микроорганизмы и метаболиты без гуминовых веществ. Он усилен. Здесь подобраны специально штаммы, которые направлены не только против грибковых заболеваний, но и против бактериальной инфекции. Фитоспорин МЖ осенний. Ну, само название говорит, что надо применять этот продукт осенью. То есть мы применяем его на зимых культурах. Препарат, значит, содержат бациллы, живые бактерии, метаболиты. Ну и плюс еще там один флакон идет с этим препаратом биополимик кумфрум. Ну, как мы знаем, препараты меди, они обладают фунгицидными свойствами. То есть как контактник работает, да? Биофунгициды, в данном случае фитоспорин МЖАС или тот же осенний фитоспорин МЖ фунгибактерицид. Очень важный момент, они же бациллы еще являются эндофитами. То есть они не только контактный характер проявляют, но и системный. То есть внутри растения живут, вреда они причиняют культурному растению, а только стимулируют иммунитет у растений. Фитоспорин МЖАЭКСТРА. Ну, здесь это препарат в составе препарата, опять-таки, живые бактерии бациллосуптилис, метаболиты, гуминовые вещества, плюс еще микроэлементы. Этот продукт очень хорошо подходит при подготовке семенного материала, к примеру. Ну, многие хозяйства именно за многокомпонентности этого препарата и его берут. Серии фитоспорин, они имеют препаративную форму жидкую, но кроме этого еще у нас, значит, есть фитоспорин в виде порошка. Ну, опять-таки, здесь уже сравнение только, то есть, отличие в препаративной форме. Исходя из вашего ответа, Влася Сергеевич, флагманским препаратом является фитоспорин АС. Остальные уже по ситуации аграрий выбирает тот или иной фитоспорин. Ну, здесь мы что рекомендуем? Если средняя степень зараженности, низкая степень зараженности, мы посев производим по стерневым предшественникам, конечно же, мы рекомендуем фитоспорин МЖАС. Еще раз напомню, здесь три рода микроорганизмов – бацилы, триходерма и метаболиты микроорганизмов рода псевдоманус. Вот они, конечно, вот три вот эти составляющие очень эффективно борются с фетопатогенами. Ну и триходерма, она позволяет тоже повышать супрессивность почвы. Что касаемо других, я уже сказал, да, ну при обработке по листу, к примеру, если мы заходим гербицидами, то рекомендуем, значит, при небольшом развитии заболеваний можно чисто применять фитоспорин МЖАС, который содержит гуминовые вещества, тоже немаловажно, они являются хорошими антистрицантами и антидотами. Татьяна Николаевна, ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. Верно ли, что один штамм бактерий бацилосубтилист может эффективно бороться только с одним видом вредных бактерий или грибов? Для того, чтобы биофунгицид эффективно боролся с несколькими вредными микроорганизмами, нужно сочетать несколько штаммов. Нет, это предположение крайне неверно. Дело в том, что все штаммы бактерий сеной палочки бацилосубтилист обладают многофункциональными свойствами. И они способны подавлять разные виды и роды бактерий и грибов фитопатогенных. Каждый штамм способен обладать своим спектром активности. То есть уж точно он действует не только на один вид бактерий фитопатогенных или один вид фитопатогенных грибов. Это обычно спектр. Но сила антагонистического воздействия на фитопатогенные бактерии грибы и спектр воздействия на них у разных штаммов может быть разным. Поэтому это вопрос селекционной работы. То есть мы в своей селекционной работе как раз выбираем штаммы с наиболее ярко выраженными свойствами, как по силе антагонизма, так и по спектру фитопатогенов, на которые он действует. Но каждый штамм обладает таким спектром. А наша задача выбрать наиболее активные из них. Осводим мы разные штаммы бактерий в один препарат. Разные, например, штаммы бактерий сяной палочки. У нас есть многокомпонентные препараты из пяти и даже семи штаммов бактерий сяной палки. Только потому, что, как правило, разные штаммы обладают наиболее выраженным антагонизмом в отношении, например, одного фитопатогена. Например, фитопатоген, например, фузариум. Один штамм обладает очень ярко выраженным свойством подавлять фузариум. Но нам нужно, чтобы он работал еще на листостебельные заболевания. Поэтому мы подбираем штамп, который наряду с подавлением фузариума наиболее активно подавляет, например, септорию. И сводим их в один препарат. То есть и тот, и другой работают против того, и другого патогена. Но сила антагонизма у них может быть разной. И для того, чтобы препарат работал сильно и активно в отношении многих патогенов, мы сводим иногда несколько штаммов в один препарат. Вот так бы я вам ответила на этот вопрос. Химический фунгицид уничтожает вредные бактерии и грибы. Но при совместном применении с фитоспорином в одной баковой смеси не поражает ли он и бацилус субтилис, входящий в состав фитоспорина? Вы спрашиваете о химическом фунгициде. Само слово фунгицид уже означает, что этот препарат создан для того, чтобы подавлять все-таки грибы. Фунги – это гриб. Фунгицид – это химическое вещество, подавляющее в основном грибы, фитопатогены. А бактерия сенопалочки – это все-таки бактерия. То есть понятно, что это не целевой препарат, подавляющий бактерию. Тем более бактерия у нас споровая. И поэтому в смеси с фунгицидом химическим она, естественно, будет выживать. Но если вы будете баковую смесь оставлять на очень длительный период, может быть снижено, все-таки это токсическое вещество, он может снизить жизнеспособность бактерий. Но при разведении дорабочей концентрации, естественно, такое токсическое влияние на бактерию, оно будет исчезать. И я думаю, что все-таки в баковой смеси готовить химические фунгициды нашу фитоспорин, ничего страшного не произойдет. Потому что это, во-первых, бактерия, во-вторых, она споровая бактерия. А споровая бактерия – это очень устойчивая к воздействию различных факторов, в том числе и химического фунгицида. Какие условия хранения фитоспорина и при каких погодных условиях лучше его применять? Влияют ли климатические условия на действие фитоспорина М? Он одинаково хорош и в Приморском крае, и в Калининграде. А по аж – почва? То есть влияние по аж – кислотности почвы. Но по поводу хранения необходимо отметить, что желательно при плюсовых температурах хранить фитоспорин от 0 до плюс 25 градусов. Это идеально. В принципе, бывают ситуации, что в хозяйствах иногда происходит замораживание препарата, но ничего здесь страшного нет. Дело в том, что споры выдерживают и низкие отрицательные температуры до 50, до 60 даже градусов, и плюсовые температуры. То есть периодическое замораживание возможно, при этом титр не падает. Идеальное условие – это 0,25 градусов. А по поводу применения, например, по листу при какой температуре использовать фитоспорин, это где-то оптимальным является плюс 18, плюс 22 градуса. Желательно применять в вечернее время. И, кстати, средства защиты растений можно совмещать в баке и удобрения. По листу мы вносим вечером, либо ночью. То есть мы совмещаем, проблем нет, работаем как раз в эти оптимальные температуры. Плюс 18, плюс 22. Климатический фактор? Климатический фактор, будь то она на Амуре, будь то в Калининграде, в принципе, проблем никаких нет. Мы сотни тысяч опытов проводили, эффективность высокая. ПАЖ почвы? Ну, ПАЖ почвы, значит, бациллы, если взять бациллы, да, наш бацилл субкилюс, он выдерживает и сильную кислую среду, и щелочную от полтора до восьми, до девяти единиц выдерживает. Проблем нет. Сейчас многие аграрии говорят про иммунитет растений. Как фитоспорин М влияет на него? Ну, фитоспорин М, да, это препарат бактериальный, правильно? Значит, для того, чтобы выжить любому в микробном мире, растению обязательно нужно иметь микробное окружение, которое постоянно будет стимулировать местный системный иммунитет, для того, чтобы растение могло просто выживать в этом микробном мире. Поэтому существуют резосферные микроорганизмы, которые поддерживают иммунитет растений на хорошем уровне. И фитоспорин М, естественно, в этом числе. Фитоспорин влияет и на местный иммунитет, да, вот на месте проникновения он повышает местный иммунитет, Но он влияет и на системный иммунитет тем, что он, опережая фитопатоген, заставляет растение мобилизовать всю свою иммунную систему, как механические средства защиты от поражения микроорганизмами, так и химические средства защиты. Поэтому в ответ на внедрение, допустим, у нас штамм бациллисуптез 26D, он является эндофитной бактерией, то есть он способен проникать внутрь растения, не повреждая растение, а только стимулируя его иммунную защиту. И растение воспринимает проникновение это как вакцину, то есть оно чувствует, что в него входит какая-то бактериальная клетка, и в ответ на это начинает активизировать свои защитные механизмы, увеличивая и механический иммунитет, и химический иммунитет, вырабатывая специальные молекулы, которые уже при проникновении фитопатогена окажут свое действие, опережающее действие, то есть они будут уже готовы к встрече с патогеном, и патоген не сможет поразить растение, или поразить его с наименьшими потерями для растения. То есть, конечно, фитоспорин один из ярких представителей препаратов, которые могут повысить системный иммунитет растения, дать ему возможность присутствовать любым стрессовым фактором, не только инфекционным агентом, но и стрессовым таким, как погодные условия, как засуха, как наличие тяжелых металлов и всех остальных. То есть, стрессоустойчивость – это понятие такое общее, оно касается и биогенных факторов, таких как инфекция, и биогенных, таких как температура, засоленность почвы и остальные условия. И в том числе, да, и в том числе, да, любая обработка, и фунгицидами, и гербицидами, любой, вот этой вот химической обработке, он может тоже повысить устойчивость растения к ним. Ваши представители рекомендуют применять фитоспорин М при гербицидной обработке, чтобы растения не испытывали стресс. Какой механизм помощи у бактерий, входящих в состав препарата, не унитает ли действующее вещество гербициды бактерии? Ну, во-первых, мы продаем споровые. У нас препарат спор в основном. А спор – это состояние между жизнью и смертью. Она очень прочная такая структура, и она не боится присутствия химии, поэтому выдерживает баковую смесь любую, ну, гербициды, фунгициды, любую химию она выдержит. И она выйдет из спорового состояния, перейдет в вегетативную форму, только когда понизится концентрация вот этого химического компонента. Понимаете? И поэтому мы не боимся рекомендовать, и уже много десятилетий мы это используем, именно вот в баковой смеси. Еще раз повторяю, потому что мы продаем споровый препарат. Препарат спор. А что насчет стресса, вызванного гербицидной обработкой? Ну, во-первых, вот когда бактерии выходят из споры, переходят в вегетативную форму, она выделяет огромное количество биологически активных веществ. Ведь как гербицид работает? Он работает как ингибитор роста. Ну, будем говорить сразу после обработки. А фитоспорин выделяет фитогормоны, то есть уже стимуляторы роста, выделяет витамины, множество биологически активных соединений, аминокислоты, ферменты, ферменты, которые разрушают вот эти вот химические компоненты, но они работают не сразу. То есть они снимают остаточное количество пестицидов еще в растениях. То есть вот оно как бы всю мощь вот этих своих биологически активных соединений, стимулирующие вещества, направляет на преодоление вот этого гербицидного стресса, ну, любого, и фунгицидного стресса, в том числе именно за счет присутствия большого количества вот биологически активных соединений. Кроме того, он еще выделяет перекись водорода, культуральную среду, ну, механизм ее работы, и служит еще сигнальной молекулой. Вот эта перекись водорода побежит по растению и включит даже вот механизм иммунитета, то есть защитные именно к фитопатогенам и к другим стрессовым факторам, понимаете? И включит вот, индуцировать будет иммунитет растения. Вот перекись водорода, он служит как сигнальной молекулой. Вот, то есть у него, ну, это целый кладезь биологически активных веществ. Это вот работа бактерии Bacillus subtilis. Залифарфан, а содержатся эти полезные вещества, метаболиты, уже в культуральной среде жидкости? Да, эти метаболиты, вот прежде чем бактерия выйдет из споры, сначала работают его метаболиты, потому что в культуральной среде, мы же продаем вместе с культуральной средой, есть уже и аминокислоты, и витамины, и вот эти, ну, будем говорить, антибиотические соединения. То есть работает сперва культуральная среда. А потом уже, вот когда создадутся условия, чтобы бактерия вышла из споры, она уже прорастает, переходит в вегетативную форму, и уже сама начинает работать, как фабрика, производящая биологически активные вещества внутри растения. Ну, и в почве, и в растении там, и в прикорневой. Вот куда она попала? Она начинает, ну, свою, будем говорить, живительную функцию. Как раз поможет растению выводиться из герпицитной ямы. Да, да. Конечно, выйти, еще и подавить и фитопатогены, то есть за счет своих, ну, ферментов. Это вот хитиназы очень большое количество выделяет. И за счет антибиотических средств. Ну, и за счет повышения иммунитета. То есть вот он несколько механизмов сразу включает. Татьяна Николаевна, вот еще один вопрос. Хорошо. Столкнулся с другими препаратами, в состав которого тоже входит бактерии рода плацового соптимизма. Чем ваш штамм отличается от них? Так, вопрос такой достаточно широкий. Смотрите, значит, штаммы, естественно, в разных препаратах, хотя они тоже являются, относятся к бактериям рода бацилюс и даже вид бацилюсуптилис, да, они могут различаться по штаммам, да, штаммы разные в разных препаратах используются. Но препарат – это не только штамм. Препарат – это штамм плюс технология размножения штаммов, да, то есть технология создания препарата или получения препарата. Препарат, значит, который, в основе которых лежит сеная палочка, обладает очень важным преимуществом в отношении других препаратов тем, что это споровая бактерия споровая бактерия уже заранее как бы нам говорит о том что препарат можно использовать значит при различных погодных условиях что мы можем препараты он стабильно будет работать до в почве то есть что препарат очень стабильный то есть бактерии не погибают при любых незначительных колебаниях температуры или там заморозки разморозки но и поэтому вот у нашего фитоспорина срок годности достаточно большой четыре года при этом вот препарат у нас и замораживали размораживали мы проверяли его активность при этом она не снижалась то четыре года препарат у нас стабильно работает вот и температура и заморозка не влияют на качество нашего препарата но мы видим что другие препараты тоже на основе сеной палочки мы мы видим у них например совсем другие условия применения препарата например пишут что срок годности всего один год или там что хранить его нужно только в холодильнике. Это о чем говорит? Что спора у них недостаточно устойчивая, она не стойкая, то есть препарат погибает достаточно быстро. Вы же о гравии знаете, например, мы видим зерна, они вроде все одинаковые, но не все из них схожие. То же самое и спора. То есть мы считаем, что в нашем препарате мы достигли такой технологии получения препарата, когда мы получаем на выходе очень устойчивую спору. Поэтому и пишется 4 года срок хранения. Спора устойчива. Она может существовать еще и больше, чем этот срок хранения. Просто проверять активность надо. А другие технологи не могут получать столь стабильную спору. Вообще процесс спорообразования это достаточно сложный процесс. И нужно создать условия, чтобы вегетативная клетка перешла в спору, которая наделена всеми защитными оболочками, которые устойчивы во внешней среде. Поэтому я бы поставила вопрос так, чем другие препараты отличаются от нашего? Это технологии получения самого препарата. Даже не столько штаммами, потому что штаммы могут быть самые замечательные. Но технология создания их может быть различной. Поэтому у них такая нестабильность и при хранении, и при различных неблагоприятных условиях, как заморозка, разморозка препарата, длительная, например, перевозка препарата при температурах повышенных. Она может приводить, может у препарата портиться. Сходя из вашего ответа, а сколько может фитоспорин храниться в баковой смеси, когда уже аграрий приготовили баковую смесь с препаратами, сколько она там может проникнуть? Баковой смеси, значит, мы проверяли воздействие фунгицидов, вы имеете в виду химические фунгициды, наверное, в баковой смеси. Там действительно, если, например, хранится более суток, то там может на порядок снизиться титрукоя. Но титрукоя, это опять не говорит, что спора погибла. Титрукоя, это просто, значит, это такой оценочный тест, который показывает, сколько колоний образующих единиц образуется. То есть я говорила, может снизиться жизнеспособность, просто не образоваться колония на плотной питательной среде. Но это не говорит, что спора там пропала, просто жизнеспособность спора немножко снизилась. Вот если мы будем хранить более суток, а сутки она спокойно хранится. Но даже когда 7 суток, 7 суток рабочей разведения, баковая смесь у нас была такая, такой опыт, 7 суток она хранилась. Когда мы разводим эту баковую смесь до рабочего состояния, ингибирующие влияния фунгицида снимаются, и титрукоя как бы восстанавливается. То есть определенное число бактерий мы получаем столько же, сколько было в начале. То есть, как я говорю, в баковой смеси с химическими фунгицидами нет подавления наших субтилисов, нет подавления наших бактерий, столь заметное, которое бы сказалось на качестве применения препарата. Продолжая тему взаимодействия между химическими препаратами защиты растений и биологическими, помогает ли наш фитоспорин, скажем так, в какой-то степени снизить фитотоксичность почвы? Да, это тоже очень хороший вопрос, потому что с ним мы тоже часто сталкиваемся. Вот смотрите, чем вообще химия отличается от биологии? Вот химия, значит, она химические фунгициды. Я уже говорила, это вот так же, как антибиотик, да, это отсутствие избирательности. То есть это просто подавить все грибы, там все грибы, патогены, не патогены, главное подавить все, потому что они имеют определенное сходство строения, поэтому давятся все, кто имеет подобное сходство строения. Поэтому фунгицид давит все грибы, присутствующие в почве. Биология, она воспитывает, она не подавляет, она воспитывает, то есть она не дает фитопатогенам проявлять фитотоксические свойства. Понимаете, тут идет процесс не убивания, а воспитания, вот мне бы это слово больше понравилось. То есть фунгицидов, количество фунгицидов может даже не снизиться. Ой, фунгицидов, говорю, фитотоксинов, например, определенного вида гриба, его может даже не снизиться, но и проявить присутствие биологии свои фитопатогенные свойства он не может. Поэтому если мы, например, возьмем почву после обработки химии и после обработки биологии, то, может быть, после обработки биологии мы увидим больше титр, например, того же самого фузариум, альтернарии, титр увидим выше, но при этом токсичность почвы будет ниже. чем после их применения химии. Это уже не будет зависеть от количества микроорганизмов, которые мы относим к фитопатогенным грибам. Оно будет зависеть от того, что оно не будет проявлять свои агрессивные свойства. То есть супрессивность почвы при этом возрастет. А при применении химии получается, что количество фитопатогенных грибов будет меньше, просто количество, а токсичность растет за счет остатков химии, которая в этом случае применялась. То есть надо разделить понятие количественное снижение фитопатогенных грибов и повышение супрессивности почвы. Вот эти понятия разные. Супрессивность – это способность почвы к самовосстановлению. То есть почва должна сама справляться с фитотоксичностью этих грибов. И вот биология в этом помогает, а химии нет. На вашем YouTube-канале вы рассказываете, что бацилосубтинс – эндофитные бактерии. Не повреждает ли она растение при проникновении? Ну, как вот мы же… А как проникают фитопатогены? А как проникают всякие вещества? Вот мы фунгицидами обрабатываем. То есть эта эндофитность – это не означает, что она делает дырку. Ничего, как говорится, не делает дырку. Она использует те же каналы, которые используют фитопатогены при проникновении внутрь растения. Ну вот если даже взять размер споры, ну это где-то, извините, микрометры, там 0,7 микрометров и так далее. А есть в растениях, ведь есть, например, вот ситовидные трубки, там же очень много пор. Там они до десятки микрометров у них размер. То есть он проникает через всё, что может, вот размер позволяет. Через проводящую систему, при обработке, значит, по вегетации через устицы. И вот через эти вот поры и каналы, которые есть уже в растениях, ну уже вот какие есть. Потому что даже в клеточной стенке содержатся поры. Вот по межклетникам, по проводящей системе, ещё раз, используют вот все механизмы, все пути, которые используют для проникновения, ещё раз повторяю, фитопатогены. То есть никакой дырки ей делать не надо, потому что пор и дырок в растении очень много. Получается, что бациус субтилис занимает место в поре и не даёт фитопатогену проникнуть в растение. То есть занимает какую-то такую, скажем, защитную форму. Ну как, вот она же сразу, когда перешла на вегетатику, она уже препятствует проникновению, потому что ей же нужно завоевать ареал обитания, она это же конкурирует, и она уже начинает выделять, вот самое большое количество антибиотиков выделяет вот бациус субтилис в момент выхода из споры. Вот ей нужно вот сразу как, ну будем говорить, как взрыв, ей нужно покорить, вот занять своё место. Это максимальное количество выделяет именно, и она уже не пускает, подавляет вот эти фитопатогены, используя не только антибиотические, но она ещё и ферменты, вот хитиназу начинает разрушать. То есть она пытается завоевать себе пространство, понимаете? Но ещё и включает силу растений, сам иммунитет, то есть множество механизмов включает бациус субтилис вот при борьбе. И, так сказать, ну нельзя это вот однозначно, что вот она не пускает. Она вот именно, включая вот всю свою мощь, вот эту биологическую мощь, она препятствует, завоевывает себе ареал обитания. Обработал семена и полиозимой пшеницы фитоспорином АС. Фазу кущения. Продержится ли бактерий до сбора урожая, или надо повторно заходить на опрыскивание? Ну, всё зависит от фитосанитарной обстановки. Если развитие и распространение заболеваний достаточно высокое, то придётся, конечно же, заходить и по флаг листу, то есть вторая обработка, возможно, даже третья обработка. Но если мы обработали только одну, один раз фазу кущения, я уже отметил, что бактерии являются, бактерии обладают эндофитностью, то есть способностью проникать в само растение. И наш опыт говорит о том, что вот присылает к нам образцы, мы выделяем, значит, эти бактерии путём посева на питательные средства. То есть бактерия сохраняется, она присутствует в растениях. Ещё раз скажу, кратность обработок будет зависеть от фитосанитарного состояния посевов. Надеюсь, этот репортаж был полезен для вас. Если у вас остались вопросы, задавайте его в комментариях под видео. До новых встреч!